Насчет капитализма. Да, капитализм закончился. Частная собственность от средств производства приказала долгое жизнь. Пожалуйста, посмотрите, когда мы видим, что в крупных корпорациях акционер не может ничего, и даже акционеры вместе взятые. Все, что они могут сделать, это добиться того, чтобы топ-менеджмент не выплачивал себе в бонусы государственную помощь, которую он получил. Это все, это токолок того, что нужно. Потому что можно уволить топ-менеджеров, и тогда придется брать других таких же или еще хуже. Это означает, что акционер не может реализовать свое право собственности. А если он не может реализовать свое право, у него это право нет. И более того, он не хочет его реализовать, он не хочет быть акционером компании, хочет быть пенсионером компании. Частная собственность от средств производства вполне диалектически, через развитие капитализма, ликвидировалась на уровне крупного крупнейшего бизнеса. Ну и малое, и среднее, пожалуйста, настрой. Там уравниверсические отношения тоже сохраняются. Таким образом, капитализм заканчивается. Более того, ликвидация среднего класса, который происходит, это закономерный результат, потому что слишком производительные технологии, и то количество материальных благ и услуг, которые нужно человечеству, производится качественно меньшим количеством людей, чем вчера. Средний класс – это люди, которые много потребляют и ничего не производят. Его нужно социально утилизировать, в лучшем случае социально. А кто тогда будет подъявлять спрос? А нет спроса. А экономика без спроса – это не рыночная экономика. Весьма вероятно, что вместо денег в качестве эквивалента и структурообразующей единицы займут технологии, которые не отчуждают вас. Здесь уже не будет свободного лента, здесь будет прямой диктат. Я пускаю вас поработать на своем компьютере, я пускаю вас в свою облачную память, или не искать. И вы не можете купить что-нибудь, вы можете пользоваться. Это уже другие отношения, это уже не капитализм, это уже можно называть параболитическим обществом, можно еще как-нибудь, но это будут новые отношения, которые устраиваются на нашем глазу. И то, что мы называем монополизмом, станет нормой жизни. Но это то, что складывается, и это то, чему мы можем противостоять, восстанавливается Германия, как субъект глобальной экономики, как самостоятельный субъект. Вернулся в Германию патриотизм года три или четыре назад. Но это не связано с арабскими революциями и с создачей Израиля. Арабские революции связаны с тем, что нужно, чтобы кто-то покупал американские цены в бумаге, кто-то давал америке в долг. В мире есть спекулятивные капиталы, но их нужно напугать до смерти, чтобы они прибежали в Америку, как в единственный тихий угар. И нужно поднять во всех остальных странах, включая Европу, исламский фундамент. Потому что лучшие охланизаторы мира это исламские воевики. Нужно, чтобы везде был хаос. В Европе тоже мы знаем, крупнейшая исламская страна Европы это Франция. Уже из Норвегии люди бегут в Уругвай, потому что там нет мусульман. И в этой ситуации исламисты из сдачи Израиля это просто способ хаотизации мира, чтобы все деньги спекулятивные пришли в Америку. Это тактическая операция. Государство такая штука, которая как-то очень плохо отмирает. Вот она, конечно, в словочи отомрет, но вы еще не пинаши. И на сегодняшний день есть противостояние глобального бизнеса, который действительно уничтожает государство, превращая население этого государства в работу. И есть государство, как способ самоорганизации народа, который противостоит этому глобальному бизнесу. Организует свою собственную жизнь. Оперативное движение. Ну да, на большом уровне. И в этом отношении мы можем увидеть новый интернационал патриотов. Когда люди всю жизнь грызли друг с другом из-за границы, вдруг обнаружили, что у них нет противоречия друг с другом на фоне того противоречия, которое у них есть в глобальном бизнесе. На границе мы договоримся, но глобальный бизнес мы можем отрицать наше существование как народ. А мы хотим быть по своим правилам. Я думаю, что государство будет иметь некоторый ренессанс, надеюсь, по крайней мере, как единственная альтернатива рабству. То есть, получается, классовую борьбу никто не отбирает? Классовая борьба перенесена на более высокий уровень. Если раньше мы боролись со своим капитализмом, то это же... Мы всегда думали, что теория национального мира является большой ложью классового мира. Но мы видим, что просто появился другой класс. Появился класс глобальных капиталистов. И на фоне этих лебедишек нет разницы между моим, работающим по найму, и моим национальным капиталистом, которым хочется ходить в производстве. Вот к нему приходит Coca-Cola и говорит, родной, от тебя здесь быть не может, потому что здесь я должна продавать продукцию, которую я произвела в Африке. Или там в Латинской Америке. Так, белорусы отпустили к себе Макдональдс, думали, что у них Макдональдс сейчас будет картошку покупать. Макдональдс сказал, ребята, ну что вы как маленькие, я картофельный порошок закупываю в Бразилии, уже в бочках, в вакуумной сушке, я здесь только развожу. Какая белорусская картошка? Это для меня издержки, у меня рентальники. Да, картошку в Беларуси производят, наверное, капиталисты. Но когда глобальный бизнес списывают в ноль и капиталистов и те, кто у них работают, то классовые противоречия между рабочим и национальным капитализмом это ничто по сравнению с их общим противоречием с глобальным бизнесом.